Вчерашнее совещание о изменениях в постановлении губернатора о введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края сильно тряхнуло общественность. Запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции. Пошло много чрезвычайных происшествий из-за пьянки. Режут, убивают, калечат. Вчера многие, когда узнали о указе, побежали радостно затариваться. В магазинах спиртным по полной корзине напихали. С одной стороны, может быть, выручку сделали, им тоже неплохо, они сразу, да, сухим законом-то делом получили. Друзья мои, я просто хочу к вам сильно обратиться ко всем, вот так, с большой просьбой. Ну давайте знать меру, а еще лучше, конечно, вообще на этот период отказаться от синьки. Четверг, вечер. Действительно, множество очередей в супермаркетах с тележками полными алкоголя. Социальные сети, наверное, так массово впервые пестрят критическими высказываниями в адрес губернатора и прямыми обвинениями в неправомощности данного указания. Это мы, конечно же, в любом случае будем проверять, мы будем смотреть на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, соответствия антимонопольного законодательства. И, конечно же, там у нас есть более действенные методы, вернее, быстрые методы оперативного реагирования. То есть, просто предупреждение, чтобы практически либо отменили, либо внесли изменения в этой части. Но это уже, скорее всего, будет, учитывая ситуацию, мы эту позицию будем и эти действия будем согласовать с центральным аппаратом. Сегодня взять и рубануть, конечно, стопроцентные рычаги воздействия есть. То есть, мы можем просто выдать, это идет как нарушение 15-й статьи закона о защите конкуренции, мы можем выдать предупреждение. Но сложившаяся ситуация говорит о том, что если мы ее выдадим, завтра не приведет ли это к какому-то... Вспреску социального взрыва. Ну, социальный взрыв будет даже из-за повышения уровня преступности. Это может быть опять преступность, связанная с употреблением того же самого алкоголя. Да, люди сегодня самоизолированы, они дома сидят. Да, человек опять же выпил, и что? Его потянуло на улицу. Соответственно, автоматически нарушается режим самоизоляции. Я, конечно, немножко удивлен, куда смотрели юристы из правового управления. Они должны были разобраться в этом и должны были уберечь губернатора от принятия вот такого акта. Поэтому на сегодняшний день, да, запрет введен, действует. И... Хотя на самом деле он незаконный. Конечно, мы об этом просто говорим. Ну, а, значит, сказать-то об этом может либо суд, либо прокуратура. Уже сегодня на совещании в Министерстве экономического развития Забайкальского края было объявлено. Запрет отменят в понедельник 6 апреля. Что теперь предпринимателям, у которых легальный, повторюсь, легальный бизнес по реализации алкогольных, там, спиртных напитков, да, они сейчас 3 дня не работают? 3 дня не работают, да. Я понимаю, поэтому еще раз возвращаюсь к тому, что действующее законодательство Российской Федерации из Забайкальского края никто не отменял. Поэтому у каждого предпринимателя, который считает, что его право нарушено, он имеет полное право подать иск в суд. Я правильно понимаю. Сейчас это суды, вот так вот, да? Но если бы была... был бы введен режим чрезвычайной ситуации, да? И это решение приняло бы правительство Забайкальского края... В режиме ЧССР? Да, вопросов бы уже не возникало. А сейчас вопросы возникают. После двух обращений к нации Владимира Путина, после нескольких экстренных совещаний правительства Забайкальского края, на которых Александром Осиповым были даны четкие указания министрам, практически все, что получилось сделать, это оставить людей дома и запретить торговать алкоголем в эти выходные. Это решается на законодательном уровне. Почему мы сегодня на встрече с Бордолеевым все требовали, дайте нам перечень первоочередных мер по помощи. Какую помощь? Нет. Говорит, он есть, но его нет. Ну вот он, где он? Вот его нет. Вот во всех субъектах Российской Федерации и есть в Забайкале и нет. Вячеслав Батницкий, Дмитрий Пенигин, Ирина Петрова, ЗАПТВ. Субтитры создавал DimaTorzok